всем привет с вами канал art money сегодня покажу наш ремонт который мы сделали прошло уже так давно обещала прошло уже наверное больше полугода на кухонный гарнитур вы все помните на кухне когда случился ремонт мы этот кухонный гарнитур полностью весь убирали то есть он цельный тут вот получается столешница целая когда если будете убирать гарнитур целый вызывайте хороших мастеров по отзывам реально хороший потому что у нас был такой мастер ощущение было как будто все скрипел как будто он топором его разбирал реально все просто скрипела тут вы даже вот у него обломилась и сборщики потом были другие очень хорошие мальчики прям вообще оказалось потом выяснилось что половина деталей половина болтов там лечу вот этот вкручивается не хватало то есть он украл добавок с собой забрал то есть было вот так вот так у нас здесь был были вернее наклеили мы такие обои цветочек вы их уже видели такой вот стол конечно же новый он очень большой такой по сравнению с тем стулья новые стулья новые но не как-то смотреть все так подходят со стульями мы очень долго помучились выбирая стол еще как-то так быстро выбрали вот то есть а здесь также плентуса полы меняли потому что полы были гнилые я у нас трубы были вот видите в стене сейчас вот вывели буквально вчера и было у нас тут была плесенью потекла труба вот так вот там тоже так потекла и был еще плесень была там в полу под линолеумом вот полностью тут все поменяли и кухонный гарнитур встал на место вот это у нас кухонка также у нас двери там не просто четко еще скрипит на нам будет слышно двери новой с дверьми мы тоже очень долго намучились очень долго искали подбирали цвета мне нравятся вот цветами но таких с фактуры дерево да он смотреть мне столешница фактуры дерева да то есть вот тут у меня фактуры дерева ну и полы тоже само собой то есть столешница вот видите она тоже вот вся с фактуры дерева и нам хотелось чтобы дверью тоже было что-то такое вот взяли с такой резочки что не помню как она называется и черное стекло кстати моется очень классно хочет поцарапано вот прям офигенно моется все прям супер ручки вот здесь вот дорогие вот ну здесь ремонт у нас уже был два года как здесь у нас плиточка с цветочками такими внизу плиточка все опять же смотрите под фактуру дерева ну блин дерево это классно тепло это вкусно хотела сказать ну ладно унитаз кстати очень офигенный просто моется очень легко я уже каком-то ролике про него говорила в ванне тоже было уже давным-давно достаточно ремонт фиолетовом цвете она у нас вместе с в коридоре то есть коридоре нас получается здесь одни обои а здесь у нас получаются другие обои вот одна дверь была горочка немножко завалена не ругайтесь но блин вот так вот вот здесь кстати тоже мы сделали здесь был помните у нас старые двери у нас был там шкаф с полками как для одежды тут даже я прокрашивала помнить что я красил здесь кстати ну тут бетонная стена там дсп или фанера что ли сейчас не знаю там впитывал с краской я красил очень очень долго вверху даже вот видно не докрасил просто она впитывается и внизу у нас здесь обувка здесь просто остатки которые нужно выкинуть вот пакетики всякие нескончаемые то есть тут я хочу сделать для сумок вот такие штучки еще такие же вот крючки и просто от развесить сумки мне кажется будет удобно и за может и не буду делать короче здесь мы вешаем одежду здесь я стараюсь чтобы надежда никакая не висела по возможности внизу убираюсь так тут тоже у нас дверь здесь у нас же не на комнату джейны комнате тоже был у ей был тоже ремонт он давно был линолем родители у него поменяли и у него стенка новая вот такая вот новенькая стеночка была старая оставалась от предыдущих соседей жильцов вернее такая вот темка ничего так нормально сойдет а и туба и сдвинули потому что меняли трубы так коридор у нас тоже вот так вот длинный здесь помните у нас была перегородка и там был полностью комната это был зал кто вспомнит при посмотрите предыдущие ролики где-то девятнадцатого года 19 18 год вот где-то вот так вот там я показывал мы сделали вот так полностью длинный коридор у нас здесь у нас собой такие очень долго кстати выбирали обои обои выбрать вообще тоже очень сложно тем более коридорные то есть мама говорила надо какой-то коридор и такая часть где будешь задевать всегда чем-то нужно с какими-то пятнышками просто с пятнами я не хотела купили вот с такими вот цветочками но очень классно они блестят там верху они блестят а ну вот вообще то здесь тоже блестят все тут офигенно дальше идет линолеум идет он у нас уже вот так полосочкой и здесь у нас получается шкаф купе уже для оставшихся там всяких там его тоже недавно показывала сейчас буду показывать тоже там всякие там вещи всякие техника там еще такое так здесь у нас димина комната просто домик поставил уборку генеральную заказывал я вот здесь у него смотрите лунышки такие получаются но они в темноте светятся здесь просто офигенно представить они вот так вот все светятся и хочется даже чтобы что-то было на потолке также мы ребенку поменяли люстру потому что начал говорить что она ему не нравится она была какой-то непонятный острый цветочек и почему-то он думал что она скоро упадет на него и он очень сильно очень сильно ее боялся вот ту люстру покупала свекровь и она была очень темная тусклая такая некрасивая какая допотопная и с этим ремонтом она совершенно не сочеталась поэтому мы купили новые мы уже пять лампочек чтобы реально было ребенку светло во всех углах вот сейчас у нас пока здесь стоит елка а так у него этот стол стоит вот здесь стульчик а здесь стоят вот эти тумбочки плюс у димы появился телевизор вот ну тут конечно у него срачебник как всегда все завалено у нас вот елка уже сыпется тут именно диме кстати да купили кровать он уже переехал со своей детской детской как видите уже нету здесь шкаф у него ну принципе все как обычно только у него также новые обои хороший потолок сделаны чистенький новенькие там обои да и полы здесь кстати плентуса у нас друг они не плентуса полы линолеум другой совсем то есть мы сначала такой хотели потом она не понравился и его здесь если заметите они разные здесь идет другой вот он уже у нас идет везде здесь получается моя комната то есть у нас было не было вот эту вот стену мы сделали ее не было чувствуете да она такая это где-то вам даже есть ролик как мы и собирали как мы и там делали за счет этой стены появился шкаф купе который очень удобно кстати тут стена и по моему да и вот тут еще стена тут тоже так вот на половину идет стеночка вот то есть тоже точно такая же дверь обои здесь у меня два вида обоев мы пошли к фиолетовому почему-то вот такие вот цветочки то такая спальная зона блин не знаю не обожаю просто эти цветы они просто офигенные вот здесь сейчас через камеру не особо может быть так смотрится когда вот глазиками смотрят что она просто офигенная вот купили кресло также у нас она немножко такой качается такое классное стол новый вот то есть у меня был там такой стол чуть-чуть сейчас он более такой угловой да вот здесь на вот он немножко здесь узенький я хотела пошире еще надо было на 10 сантиметров все-таки сделать но мебельщик отказался сказал что так будет нормально ну и мама тоже не хотела вот как вообще изначально хотела чтобы меня стол был до сюда был такой широченный прям широкий и что у меня кресла не будет принципе я на нем не сижу практически у меня от него спина болит почему-то очень сильно и я хотел чтобы у меня стол вот так продолжалось тут прям ну реально такой массивный огромный стол я хотела не читала вот так вот но случилось по-другому вот стол и конечно же наша стенка наша стеночка даже не помещается вся в кадр стенку мы тоже очень долго выбирали мы ее выбирали причем но очень долго оказалось это очень-очень сложно все в основном стенки что кому-то находится с этой стороны почему-то здесь открывается дверь и мне кому он здесь совершенно не нужен аж как там что я поставлю сюда что ли ну это было очень сложно уже думали под заказ искали мне хотелось что-то светлое мне хотелось чтобы было чтобы было дверцы открытые то есть со стеклом мне хотелось чтобы туда не просто какой-то какие-то там книги свалить ну как обычно это бывает да всякий мусора чтобы вот там что-то у меня было такое необыкновенное красивенькое вот ну и конечно же в полке куда без них очень долго выбирали потом такие все-таки нашли определились с цветом что я хочу белый цвет что обязательно вот эти вот окошки с черной каем очка или как он там называется потом нашли вот это случайно уже под конец уже когда все магазины просто перерыли все сайты интернет магазины все магазины которые вообще на самаре существуют все там обходили ну толком ничего нету реально это очень сложно и случайно наткнулись на вот эту стенку и и уже собирали модулями то есть там есть такая там есть допустим тумбочка пониже есть оказывается повыше есть там тумбочка есть еще сверху есть еще сверху есть шкаф такой есть шкаф только вот так одинарный то есть ну по-разному так есть такая тумбочка есть тумбочка побольше чуть-чуть там выдвигается но у нас там уже места нету вот как-то так и уже заказали тумбочку, вернее, стенку. Стенка у нас вышла в районе 60 тысяч, по-моему. Где-то так, плюс-минус. Полностью ремонт я не скажу, сколько он вышел. Я даже не стала просчитывать. Что-то изначально записывала. Но вот это переезжание с одной комнаты в другую. То есть, сначала был детский ремонт. Мы жили в этой комнате. Потом детский ремонт закончился. Мы с Димой переехали в ту комнату. Ремонт был здесь. То есть, мы фактически жили в ремонте три месяца. Три месяца. Это было очень долгое время. Это было нереально долго. Особенно, когда мастера ждешь. То есть, если я уйду в детскую комнату, то я могу домофон не услышать. То есть, приходилось его ждать. А он обещает прийти в 10, а приходит в 11, 12, в час дня. Или вообще может не прийти. Ну, не захотелось там. Задохнуть захотел. То есть, и все. Обещал, обещал. Не пришел. Захотел отдохнуть. То есть, ну, было вот так вот. Было это очень-очень сложно. Но, в принципе, он довольно хорошо сделал. Там эту трубу вот провели. У нас оторвалось. Вот. Довольно хорошо сделал. Довольно чистенько. Ничего не отклеилось. Уже прошло больше полугода. Ну, все классно. Все супер. Делает, не спеша. Молодец. Тихонько в своем углу копошиться. Там не лезет на разговоры какие-то. Там что-то еще. Вот. Ну, конечно, у меня здесь полочки открытые. Здесь еще даже особо не убиралась. У меня внизу, получается, тут посуда. Вот. Ну, ее больно не видно. Здесь я эпоксидкой занялась. Сегодня буду доделывать. Вот. То есть, ну, с этой стороны я планирую, что у меня будет полностью с конструктором. Там вот конструктор чуть-чуть есть. Это я сейчас убиралась. Вот. Тут полочку я хочу свою живопись выкладывать. И здесь, в принципе, уже есть. То есть, тут, ну, туалетные водички. Вот. Тут у меня больше к магии такой. Вот. Там вот подарки пока мои лежат. Вот. Здесь у меня весна. Здесь у меня листочки вот там уже пробиваются. Здесь тоже скоро начнут. Всякие вот веточки. Ну, тут тумба, кстати, тумба очень удобная. Что-то положить. Подойти записать. Там вот что-то вот. Вот. Хотя сейчас, конечно, очень много здесь навалено вас. Всяких, которые здесь мне особо некуда. Вот. Ну, и, конечно, вот эти выдвижные шкафчики, тумбочки. Да, тумбочки выдвижные. Тоже офигенно. Ба, что такое тут? Пятно уже какое-то появилось. Хоть не приглашай никого после этой генеральной уборки находишься всякие странные пятна, которые не отмываются. Вот. Ну, и стол, да. Стол довольно хороший. Компьютер у меня ушел уже туда в угол. Довольно. Ну, много места. Вот здесь вот много. Конечно, хотелось бы вот это вот чуть-чуть все-таки пошире. Вот. Кресло стоило 15 тысяч, по-моему, где-то так плюс-минус. Вот. Ну, кровать осталась моя. То есть, которая была в том предыдущем ремонте. Ой, вроде бы я вам все показала. Люстра. Вот люстру девушка мне помыла наконец-то сегодня. Хотя она что-то с разводами все равно осталась. Ну, ладно. Хотя более-менее чистая. Вот. Ну, очень такая, кстати, беленькая. Уже стоит она где-то с... Да, полгода, наверное, стоит она у меня где-то. Чистенькая пока что. Все беленькая. Все хорошо. Больно не пачкается. Я почти ее, кстати, и не протираю. Единственный, кстати, минус у меня вот тут вот ручка обголупливалась немножко. Обголупилась, потому что, ну, постоянно вот открываешь, открываешь, открываешь. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMoney. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам наш ремонт, понравился или нет. И всем пока-пока.